Проблемы с пищеварением и стулом? Слабая устойчивость к стрессам и невротические состояния? Повышенное давление? Что может связать эти проблемы? Вы удивитесь, но перечисленные симптомы могут быть вызваны заболеваниями щитовидной железы. Из-за недостатка йода в организме щитовидка начинает страдать в первую очередь. Как это исправить? И можно ли обойтись без аптечных добавок с йодом? В этом видео мы ответим на все вопросы и дадим несколько эффективных рецептов доктора Ниуму Вакина о том, как восстановить функции щитовидной железы в домашних условиях. Функция щитовидной железы Этот маленький орган играет очень важную роль в работе всего нашего организма. Дело в том, что именно щитовидная железа регулирует обменные процессы и взаимодействие многих других систем нашего организма. Щитовидная железа влияет на эти процессы посредством выделения в кровь тироксина и триодтиранина – двух важных гормонов. При снижении производства этих гормонов у человека формируется состояние, которое называют гипотириозом. А в случае избытка гормонов наоборот наступает гипотириоз. Кроме этих заболеваний, распространенными недугами щитовидной железы являются зоб и тирооидит. Все они начинаются с одного – щитовидке не хватает йода. Но что происходит, когда функция этого органа нарушается? Последствия болезни щитовидной железы Сложность диагностики недугов этого органа заключается в том, что у них разнообразные и неспецифичные симптомы. Согласитесь, сложно заподозрить единую причину у хронических нарушений стула и депрессивных состояний. Тем не менее, оба симптома могут возникнуть из-за нарушений работы щитовидной железы. А какие еще? Во-первых, нарушение сна. Нестабильный и прерывистый сон говорит о том, что процессы внутри организма протекают не совсем нормально. А значит, велика вероятность нарушений в важном регулирующем органе – щитовидной железе. Во-вторых, повышение давления. Хотя гипертонию чаще связывают с заболеваниями сердца, сосудов и почек, щитовидка также может быть причиной стойкого повышения давления. В-третьих, нарушение кровообращения в мозге и, как следствие, головные боли, ухудшение внимания и памяти. Четвертый симптом – нарушение слуха и речи, при которых диагностика речевого аппарата ничего не показывает. И, наконец, замедление развития, в том числе и умственная отсталость, также могут быть показателями серьезных заболеваний щитовидной железы. Почему йода может не хватать? Как уже сказано ранее, проблемы в работе щитовидной железы начинаются, когда в организме не хватает йода. Такая нехватка может возникнуть из-за рациона, в котором отсутствуют продукты, богатые этим микроэлементом. Среди таких продуктов – окунь, треска, креветки и морская капуста, соя и фасоль, яйца, молочные продукты и мясо. Попытки компенсировать дефицит с помощью йодированной соли не всегда оказываются успешными. К тому же, еще одна проблема связана со смешанным типом питания, при котором организм не может полноценно усвоить все продукты и выработать достаточно йода. Но решить эту проблему все же можно. Доктор Ниуму Вакин многие годы занимался изучением процессов сохранения йода щитовидной железой и разработал несколько рецептов восстановления его дефицита в организме. Как восполнить дефицит йода? Дорогие друзья, сегодня все сложнее разбираться в информационном потоке, но это особенно важно делать, когда речь идет о здоровье. Как выбрать лекарства среди бесконечной рекламы фармацевтических компаний? Как уберечь себя от негативного воздействия химических препаратов? Можно ли лечиться народными натуральными средствами? Обо всем этом мы регулярно рассказываем на этом канале. Подпишитесь и будьте здоровы! Для начала стоит узнать, каков дефицит йода в вашем организме. Проще всего это сделать, нанеся на живот йодную сетку. Если через 10 часов еще будут видны ее следы, значит йода в организме достаточно. В ином случае необходимо восполнить его дефицит. Вот 4 простых рецепта, как доставить йод в организм эффективно и не тратить деньги на дорогостоящие препараты. Смешайте чайную ложку крахмала, столько же сахара и 0,4 грамма лимонной кислоты. Отдельно вскипятите 150 мл воды и влейте в нее смесь. Тщательно размешайте, остудите до 50 градусов и добавьте чайную ложку 5% йода. Получится синий йод, принимать который нужно по одной чайной ложке в день. При диффузном зобе помогут следующие рецепты. Самый простой – пить по одной капле перекиси водорода, разведенной в столовой ложке воды. Принимать эту смесь трижды в день. Одновременно с этим смазывайте перекисью область шеи, где расположена щитовидная железа. Для следующего рецепта вам понадобится по 200 грамм меда, грецких орехов и гречневой крупы. Все это нужно измельчить и перемешать до однородного состояния и съесть с небольшими порциями в течение суток. Через три дня сделать такую же смесь, но принимать ее по столовой ложке дважды в день в течение 10 дней. Сделать перерыв на три дня и снова повторить 9-дневный курс лечения. Следующий курс нужно пройти через 3-6 месяцев. Для приготовления еще одного рецепта понадобится 350 грамм мякоти лимона, 200 мл сока алоэ, пол-литра сока калины и 200 мл спирта. Перемешайте ингредиенты и настаивайте 7 дней, ежедневно взбалтывая. Принимать настойку нужно по столовой ложке трижды в день за час до еды в течение недели. Курс можно повторять после недельного перерыва. Все эти рецепты просты, но эффективны. А прежде чем вы переключите на другое видео, мы хотим рассказать вам о полезном фильме. Это видео действительно может изменить ваш взгляд на простые вещи. Речь в фильме пойдет про алкоголь, но не столько о его вреде для физического здоровья, а о том, как пагубное пристрастие к этому яду убивает амбиции и лишает человека настоящего и будущего. Посмотрите, мы уверены, что это видео будет для вас полезным. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!